привет друзья с вами канал жека как вы уже наверно догадались кто меня смотрит а кто не смотрит добро пожаловать на мой канал вернее наш теперь с вами канал друзья вот такой вот длинный дом смотрите как он высокий здесь скажем так мое детство наверное прошло сюда меня мама впервые привела за игровой приставкой двери вот эти уже исписанные здание вот именно вот эти двери друзья когда-то меня мама привела мы с ней вошли в эти двери и она мне купила сначала одну игровую консоль приставку потом вторую вот они совелки район совелки зеленоград дорога автобусная остановка друзья друзья давайте поднимемся по этим ступенькам вернее я поднимусь а вы со мной наверное знаете не устаю удивляться насколько память даже ноги помнят этот подъем наступаешь на каждую ступеньку друзья и ноги это ощущение как ты шагаешь по этим ступенькам прям как будто это было тогда мост вот проезжий поезды дороги какой вот здесь раньше можно было только на той стороне ходить а сейчас видите как сделали что можно на вторую сторону перейти и даже даже как-то друзья стало намного приятнее потому что видите какой вид открывается на проезжую часть на дорогу торговый дом зеленоград потому что башни через дорогу тоже старые совсем злобин архитектор такой был можете набрать поисковике в интернете на майле или на яндексе злобин был архитектор по моему или конструктор как это правильно который вот по его чертежам строился зеленоград вот она префектура зеленограда вот это вот вот эта гостиница друзья вот это вот пальцем и видно да смотрите на кончик пальца да сейчас это бизнес-центр а это у нас префектура зеленограда ностальгия она ужасная штука да наверно правильная ностальгия я ностальгирую о прошлом и я счастлив счастлив что я здесь оказался бываю периодически столько времени уже прошло друзья я все еще помню свой город родной где родился где я сделал первые шаги люди гуляют так же когда-то гулял ознакомился с девчонками вон на тех вон лавочках друзья сидели девушки подходил я не один конечно тоже компании друзей и знакомился стрелял телефончик вот мостик его не было кстати очень очень красиво прикольно раньше вот здесь не было сожалению он не подноводках плавает то есть друзья я все самое главное пропустил видимо самое интересное я пропустил в своей жизни потому что нет поменялось просто пока меня здесь не было слава богу что это хорошо что лучшую сторону а не кучу а можно вопрос а нос больно прокалывать у меня просто губа была проколаться когда-то и будет но нос я себе не против что я снимаю я для ютуба проводил я блогер просто я просто с москвой приперся я здесь раньше жил вот сейчас приперся родной город поснимать вот эти стены стены у меня правда об них головой не били кого-то били по пьяни тут и разборки и драки были и за девушек были драки и просто люди переживет молодежь мы а бывало покупали короче алкоголь в ларьках раньше в ларьках продавали на улице сейчас наверно тоже где то есть хотя многие ларьки поубирали вот и распивали здесь потом только шли уже в клуб потому что все дорого было проще было друзья намного купить алкоголя на улице здесь многое много что у меня но какие вернее воспоминания остались именно здесь именно в этом месте уже время назад друзья не нельзя нет таймера прокрутить но видосик можно снять и насладиться просмотром воспоминаниями когда я не смогу например сюда друзья приехать лично я включу видосик и буду смотреть когда будет далеко-далеко отсюда я смогу включить видео и посмотреть где я жил ну и конечно я как вам обещал я поменяю камеру и сниму более качественное видео более качественный ролик пока что это нам будет шкать блог где меня много 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 меня и зеленограда вот еще я сниму ролик где меня будет меньше и будет в основном зеленоград но это будет друзья чуть позже поэтому давайте поддержим лайками такими и обязательно комментариями чтобы видео поднять ну пусть не в топ но хотя бы чтобы немного побольше было просмотром привет друзья с вами канал жека как вы уже наверно догадались кто меня смотрит а кто не смотрит добро пожаловать на мой канал вернее наш теперь с вами канал который называется повторюсь жека ну я не буду наверно начинать это будет банально чтобы вы ставили лайки и комментарии писали что то еще связанное с ютубом с активностью давайте просто наверно вы меня посмотрите послушайте какие то выводы может быть сделаете или не знаю побудете немного в моей шкуре так как это я больше для себя снимаю свой видеоархив скажем так семейный бы сказал но семьи у меня нет я всех похоронил матушку бабушку отца вот дальние родственники остались но близких уже нет поэтому наверное это будет больше как видео дневник для меня вернее для себя любимого а вы как зрители мои добро пожаловать повторюсь на канал жека влоги вот кто еще не знает жек родительский дом канал называется вот люди ходят гуляют на меня как повторюсь как на дебила смотрят вот думаю что за тип то прися снимает на видео вот я еще пивка взял вот сижу на лавочке на друзья пилу на одну мысли вообще нет такой день солнечный жаркий плюс 35 на улице лето вот разгар лета середина лета вот у меня даже не знаю у меня ностальгия настроение особо нет наверное больше я где-то в прошлом 90-х приехал в свой город где я родился в Зеленоград опять оказаться друзья в 90-х в своем детстве ну и поскольку жарко взял пивка холодненького не судите меня строго я не пьяница да баночка в день я думаю никому не повредит вот опять же я в этом видео не агитирую употреблять алкоголь как и сигареты это все вред зло здоровью вернее вред здоровью зло вот у меня даже немного уже речь расслабилась если вы заметили язык немного стал заплетаться но я думаю я это сейчас исправлю более буду наверное более серьезно настроить на съемку вот я матушку сразу вспоминаю когда бываю здесь приезжаю сюда сразу я вспоминаю матушку бабульку свою как я здесь жил гулял в детстве времени очень много утекло прошло уже 20 лет город почти не изменился да какие-то новостройки есть старые дома какие-то посносили но я сейчас именно там где почти ничего не изменилось друзья почти ничего кроме наверное меня ухаживают ухаживают правительство они покрашенные ухоженные наверно не как мое лицо после рабочего дома скажем так опухшее немного потому что там очень удобно было спать да и вообще я позже в другом ролике расскажу вам что такое рабочий дом особенно это вахтовиков касается это между вахтами люди там останавливаются бывает конечно бомжи живут но в основном людям которым некуда пойти они оказались в москве им некуда пойти они могут зайти заехать скажем так пардон все пиво друзья в рабочий дом и там какое-то время я вот 8 дней там был 7 сегодня 8 день я уехал так я наверное так вот одену футболку на свою лысую голову коротко стриженую ну и мы с вами продолжим друзья вернее начнем прогулку по зеленограду летом зимой я тоже здесь хочу поснимать может даже к этому времени камеру поменяю пока я на телефон снимаю вот а в данный момент давайте наверное прогуляемся сейчас я слезу слезу с лавочки и мы с вами пойдем пройдемся по этому замечательному очень красивому и вы знаете наверное не зря же зеленоград по очень зеленому городу друзья друзья вот такой вот длинный дом посмотрите посмотрите какой он высокий этажей 9 здесь точно может и больше называется плейта такой вот ему не видно конца не видно начало и и конца друзья такой длинный дом здесь скажем так мое детство наверное прошло сюда меня мама впервые привела за игровой приставкой дэнди если все помнят восьмибитная была такая приставка в девяностых в начале девяностых в середине короче купила она мне приставку я у нее выпросил с картриджами картриджи игровые и она у меня накрылась в этот же вечер и на другой день мы пошли за второй такой же то есть папа мне сказал что у него нет денег мы тогда с ним не жили уже на тот момент мама развелась с папой я ему позвонил говорю папа добавь на игровую приставку у всех одноклассников есть почти у всех у меня нет но папа сказал что он нищий и мама пошла со мной второй раз вот в это здание в длинное купить мне приставку игровую по тем временам это как пол сейчас 2021 год на дворе как пол зарплаты то есть получается моя мама купила мне две приставки одну нерабочую вторую рабочую кстати у нее первую приставку которая сломалась по какой-то причине не приняли обратно что-то там было нарушено с гарантией или продавец как-то там допустил какую-то ошибку или я там что-то так вот сломал что она не подлежала обмену и возврату и маме пришлось выложить еще столько же денег чтобы мне купить новую игровую консоль дэнди друзья такой слоненок такой друзья слоненок он вот так по моему держит если не ошибаюсь я не знаю я снимаю не вижу себя нормально фокус сработал у телефона нету камеры вот и все таки я получил чего так долго друзья чего так долго хотел потом sega в этом же здании была мне куплена потом panasonic 3do если кто помнит это хит продаж nintendo и panasonic даже круче был Arua Trash был офигенная игра про мотоциклистов беспредельщиков который там в цепи мог с дубиной ехать на мотоцикле и всех месить ну и также какая там еще игра разрушитель со Сталлона по фильму вообще офигенная графика прям кино целое ну и по ковбоям вот это вот связанное с Watch Dogs или что-то похожее стреляешь типа на диком западе вестерн такой да стреляешь злых ковбоев преступников и шериф и так вот пау-пау друзья короче море воспоминаний когда я нахожусь в этом месте мама моей уже нет в живых уже как 4 года вот но я здесь оказываюсь и мне кажется что и мои родители мама бабушка отца я тоже любил хотя почти не видел лет с 12 я вообще его видел раз в 5 в жизни но все равно все они для меня становятся живыми когда я здесь наверное многие из вас друзья меня поймут о чем я говорю вот это ужасно больно и в то же время я бегу сюда приятно вот это вот как будто я оказываюсь я всегда мечтал знаете повзрослеть вырасти стать взрослым дяденькой а сейчас я мечтаю вернуться в детство туда где я когда-то был ребенком хотя бы подростком друзья чтобы окунуться в это время рука затекла телефон держать вот но когда уже не вернуть время которое прошло его уже не отмотаешь назад поэтому остается ждать что будет дальше впереди поэтому так живем дальше не унываем чего вам друзья и вам советую друзья 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 ну вот мы подходим видите да вот это закрашенные витрины сзади меня вот это вот часть здания где когда-то меня купили денди тут уже видимо в аренду будет сдаваться или я не знаю что здесь будет здесь все вот эти стекла это были не стены а прозрачные это на самом деле стекла закрашенные покрытой краской вот здесь были витрины бытовая электроника пылесосы стиральные машины ну и конечно друзья видео магнитофоны видак если вы помните 90-х вхс на видеокассетах обычные кассеты для магнитофона наверное многие из вас и названия молодого особенно поколения не знают что такое магнитофон что такое видак видеоклеер ну и чуть дальше давайте пройдем вот вот в это здание именно вот часть этого здания в отсеке где можно было зайти и купить купить друзья купить купить по тем временам это для меня на не знаю я он молился на эту дэнди потом серго потом в панасоник 3до потом sony playstation кстати у меня появилась первая вторая была третья не было была четвертая потом вот друзья стена блин неудобно давайте я так снимаю вот двери вот эти уже исписанные вот это вот здание вот именно вот эти двери друзья когда-то меня мама привела мы с ней вошли в эти двери и она мне купила сначала одну игровую консоль приставку потом вторую в этот же день можно сказать перечет люди гуляют пробежали не хотят наверное сниматься ну а я сниматься друзья люблю вот еще у меня вид опухший немного после рабочего дома друзья я заехал сюда поскольку погода вообще шикарная шикарная погода я никак не мог никак не мог не поснимать вот видите сзади меня корпус триста шестьдесят зеленоград я кстати этот номер я знал что третий район что это триста триста шестьдесятый корпус друзья только сейчас увидел поэтому так вот давайте на мост пройдем там я тоже ходил любил друзья гулять шел в ДК через этот мост давайте 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 пройдем посмотрим что за мост такой кстати его надпись ее недавно сделали сейчас я вам покажу совелки по моему ниже зеленоград написано я точно не помню я ее только один раз видел ее месяц назад поставили давайте посмотрим раньше здесь немножко ну в принципе ничего не изменилось вот и я очень рад слава богу что ничего не изменилось что все как было так и осталось поскольку я сюда и надеюсь в ближайшее время пока я живой ничего не изменится я смогу сюда приехать и понастальгировать погрустить порадоваться вспомнить свои молодые юношеские годы друзья а вспомнить немного чего есть да давайте посмотрим да просто совелки зеленограда здесь нет извиняюсь просто надпись совелки вот для меня давайте покажу вот вот они совелки это район совелки зеленоград видите да я думаю вам всем видно так вот сделаю подальше отойду не буду на парапет заходить в принципе мог бы здесь полазить но что-то как-то уже не то что я вышел с этого водороса друзья а просто мне настолько я расслабился что даже лень залазить сюда вот они ступеньки вот эта вот дорога автобусная остановка друзья такая вот башня ну и такой друзья мост давайте поднимемся по этим ступенькам вернее я поднимусь а вы со мной наверное знаете не устаю удивляться насколько память даже ноги помнят этот подъем наступаешь на каждую ступеньку друзья и ноги это ощущение как ты шагаешь по этим ступенькам прям как будто это было тогда друзья мы вышли именно вот на этот мостик переход такой скажем надземный вот вот погода вообще друзья погода радует блин удачно я сегодня здесь оказался хотел немного поснимать но наверное даже сегодня побольше для вас поснимаю чтобы вам было наверное интереснее меня смотреть вот кому то наверное вообще до этого видео видосика будет кто то будет равнодушен все равно но я друзья это мой видео дневник когда нибудь наверное меня не станет а эти видео останутся и будут жить дальше наверное никто их смотреть не будет вот но я особо как то не расстраиваюсь потому что друзья пока я живой я буду их пересматривать много-много раз вот видите мы идем вот мост над проезжей проезжей дорогой такой вот друзья здесь раньше можно было только на той стороне ходить а сейчас видите как сделали что можно и на вторую сторону перейти и даже 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 как то друзья стало намного приятелей потому что видите какой вид открывается на проезжую часть на дорогу давайте я вам покажу видите какой вид шикарный друзья тут шумит вентилятор тут шумит вентилятор вот ресторан корчма его раньше тоже не было тут буквально может пару лет раньше это просто здесь здесь что-то было а может даже ничего не было я уже не помню друзья вот это вот наш с вами наше с вами вернее здание флейта мое вернее здание из детства знаете друзья я хочу поснимать потому что ну по любому его снесут или перекрасят оно белое всегда было даже когда я маленький был может он какой-нибудь розовый или синяя станет а у меня вот такая вот видеопамять я конечно жалею что я раньше не занялся блогерством и не не поснимал всего этого когда некоторые здания не в этом районе здесь много районов в Зеленограде что-то уже снесли и я это не успел просто поснимать но я видел это на других каналах видео скажем так друзья со старыми зданиями из Зеленограда которых уже нет просто их нет не так ни на карте нигде только вот здесь друзья вот здесь в голове в воспоминаниях они остались больше нигде их нет пока я жив пока мой мозг моё серое вещество в голове работает я помню ну и наверное другие люди кто обожает этот город кстати друзья я его долго ненавидел даже хотел отсюда уехать а когда друзья я уехал я стал сюда приезжать и скучать и в день я прогоняю эту деньги когда я здесь продал квартиру и можно сказать я теперь здесь как изгой приезжаю себе на родину здесь я родился но но друзья как гость теперь в роли гостя но все равно я рад что у меня есть две ноги на которых я могу сюда прийти приехать и погулять от души поэтому ставьте вот такие жирные лайки комментарии а также не забываем подписываться на канал джек и друзья я иду снимаю какой здесь теперь с дэкс вот раньше этого не было какая здесь площадь люди скажут идет блогер какой-то на телефон фигачи снимается а мне пофигу друзья у меня настроение хорошее я выпил баллу ступила у меня язык более такой развязался потому что я немножко устал с дороги вот и такое вот друзья место интересное для меня по крайней мере для вас не знаю для меня вот он торговый дом зеленоград сейчас поближе туда подойдем я вам покажу такое вот здание гуляют люди когда-нибудь этот человек или через 10 увидите на ютубе что он шел в моем видосике мимо скажет нифига себе у меня была когда-то синяя майка которая сейчас который давно уже нет друзья также я иду в синих белую полоску майки и когда-нибудь я ее выкину но она останется в какой-то степени вот этот дом торговый может его переименуют как-то в другую другое название да тут какой-нибудь там универмаг верный хотя уж такой есть но для меня он всегда останется торговый дом зеленоград такой вот торговый дом зеленоград машины припаркованные я иду гуляю не парюсь никому не мешаю самое главное это что мне никто не мешает и я никому не мешаю ну а очередной людишка а там человек человечешка который все это вот решил ее с телефоном снимает как бы думаю не с автоматом иду поэтому никому от этого не хуже не лучше друзья такой вот торговый дом зеленоград вот это вот здание клейта тоже тоже клейта это здесь у нас центральная 1 улица улица центральная 1 здесь театр чуть дальше пройдем я вам покажу вот эта гостиница она раньше не достроенная была сейчас это бизнес-центр ну и вон там это у нас префектура зеленоградская вот это вот эта префектура города зеленоград тоже она не изменилась даже ее и там видимо какая-то архитектура такая плиты они их не красили и слава богу серого цвета была серого и осталось уже 30 лет я ее вижу в таком цвете зимой и летом одного цвета друзья вот такое вот наше с вами здание торговый дом зеленоград там вот башни через дорогу тоже старые совсем злобин архитектор такой был можете набрать в поисковике в интернете на майле или на яндексе такой злобин был архитектор по-моему или конструктор как это правильно который вот по его чертежам строился строился зеленоград был еще один архитектор но я не помню как его точно зовут имя фамилию но мы с вами я знаю где там вывеска есть даже ему по-моему там чуть ли там не улицу в части его назвали мы с вами посмотрим по позже это снимаю а пока что я знаю только что злобин мне мама еще говорила который уже нету что злобин это злобинские дома все вот это злобинские постройки это навекает еще друзья лет сто простоит раньше очень особе строили все и то что сейчас наберут кому попало вот и можно сказать то уже строитель без образования и здесь очень строго даже стройматериал пропорциях соблюдались пропорции все миллиметр сантиметр на миллиметр учитывали в строительстве поэтому и материал был более качественный стройматериал друзья поэтому видимо дома мне уже почти 40 лет 39 будет в сентябре через месяц грубо говоря через полтора эти здания такие же как когда-то в моем далеком прошлом в детстве почти не изменились ну вот этот вот дом творчества друзья точно вспомнил дом творчества плейта у нас плейта торговый дом зеленоград этот этот это у нас плейта друзья вот это вот это вот это вот это вот это развлекательное такое здание культурные друзья самое главное что он культурный центр под зеленоград мы с вами друзья культурные люди ну по крайней мере я культурный человек иногда конечно бываю и бескультурным но в основном я культурный спасибо моей маме что она меня так воспитала вот я люблю иногда посещать вот такие вот культурные места раньше я здесь а что то или друзья раньше я здесь вот на площадке здесь на парапетах тусовался с друзьями там тоже вдоль длинный парапет видите да бордюр такой там тоже выступ с друзьями играли в сокс катались на скейтборде танцевали брейк-данс и просто пили пиво курили сигареты хотя это плохо друзья я за здоровый образ жизни поэтому не начинайте пить и курить а кто бросает завязывать я в этом видео ни в коем случае никого не агитирую употреблять какие-то вредные вещества а наоборот даже вас хочу убедить что этого не стоит делать потому что это очень вредно и плохо для здоровья для вашего здоровья так вот вот он хочу себя просто тоже на фоне этого культурного центра зеленоград светиться в кадре друзья давайте ладно хватит мне светиться и так я себя достаточно наснимал такой вот друзья культурный центр зеленоград дом творчества друзья вот если быть точнее дом творчества это вот такая богиня там сидит сарф и по моему давайте подойдем поближе такие вот здесь ступеньки надо было немножко другой ракурс взять поснимать как я по ним спускаюсь ну ладно я ступил немножко друзья такой вот и видите флаг России триковор и вернее здесь много белый, красный, синий ну это триковор друзья это понятно что это с Россией связано что это мы в России живем флаг России из трех цветов состоит красный, синий и белый ну и вот это вот здание вход в дом творчества друзья давайте поближе подойдем блин я хочу для себя поснимать тоже чтобы у меня какая-то память осталась я потом камеру возьму я просто перестраховаться решил мало ли здесь все покрасит какой-нибудь не знаю розовый или зеленый цвет у меня останутся эти кадры потом я еще поснимаю для себя и для вас но пока что я поснимаю на телефон друзья такой вот вот такая вот богиня сарфы сарфы да посмотрите красиво бронзовая 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 такая вот скульптура друзья ай блин сколько времени а она как была так и осталась хоть не испоганили ее хорошо бандалы блин друзья я когда-то на нее залазил с друзьями фоткался там с девчонками здесь мы стояли видите так такая вот дверь как бы за стеной да можно спрятаться и покурить мы курили пивкой здесь пили да блин сколько времени утекло у меня сердце не поверите мне аж сердце кровью обливается все родное родное до боли тяжело тяжко вы наверное скажите какой-то душевно больной тип пьет съемку да друзья очень болит душа что когда-то я здесь гулял и для меня это было как обычное дело сейчас я приезжаю как музей друзья музей искусств вот и музей прошлого наверное своего прошлого вон видите кстати мое отражение вон 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 ну а внутри мы пока не будем заходить вот так снимаем так что так друзья так что так ностальгия она ужасная штука да наверное правильная ностальгия я ностальгирую о прошлом и я счастлив счастлив что я здесь оказался бываю периодически столько времени уже прошло друзья я все еще помню свой город родной где я родился где я сделал первые шаги вот так типа как фотография вроде бы прикольно ну рюкзак мешает так друзья пусть я уже старый лицо уже сморщенное как запеченное яблоко вот это друзья идут я не молодею а старею таковы в принципе но вот эти все вот предметы памятники стены они так стояли так и будут стоять даже после нашей с вами смерти я думаю что-то снесут а что-то останется вот ну и видео это останется друзья для вас в том числе пока что давайте я покажу вам подойду поближе покажу префектуру зеленограда если кто не знает может кому-то по работе по делам сюда может вы курьеры документацию вам скажут привозить я вам подскажу ближайший маршрут координаты вернее более точные давайте разверну в камеру вот вот она префектура зеленограда вот это вот вот это гостиница друзья вот это вот палец мой видно да смотрите на кончик пальца да сейчас это бизнес-центр а это у нас префектура зеленограда такие вот крутые ступеньки длинные здесь когда-то я бегал люди гуляют также я когда-то гулял ознакомился с девчонками вон на тех вон лавочках друзья сидели девушки подходил я не один конечно тоже в компании друзей и знакомился стрелял телефончик может даже кого-то знакомых встречу может друзья меня узнают а может даже не узнают скажут кто такой поэтому тут уже я наверное узнаю любого друзья знакомого друга подругу ну вот лавочки видите сзади меня лавочки их друзья давайте так лучше их не было раньше вот эти лавочки раньше не было вообще ничего не было кроме вот там фонтаны лавочек не было друзья сейчас видите как все цивилизованно стало раньше в принципе тоже не хуже было сейчас более так по богатому скажем все изменилось наверное лучшую сторону площадки этой детской не было аттракционы или что это сетки батуты или как правильно друзья поправьте в комментариях жарко жарко я уже не особо соображаю надо попить что-нибудь купить язык заплетается жарко горло пересохло горле друзья пересохло такая вот друзья сетка гамак вот гамак наверное да можно покачаться посидеть попрыгать на нем прыгают больше чем сидят ну-ка нет друзья свалюсь у меня телефон еще в руке неудоб давайте фонтаном пройдем давайте на лавочку присяду приземлюсь так вот рюкзак мешает мне следующий раз я приеду надеюсь без рюкзака и присяду на эту лавочку более удобно мне будет сидеть пока что я наперевес с вещами гуляю показываю вам я мог бы и гулять и не снимать но я решил поснимать вам показать такую маленькую экскурсию для вас провести друзья поэтому ставьте лайки вот такие вот жирные а можно два и комментарии ну и подписывайтесь кто не подписан и хотя бы заходите в гости почаще на мой канал канал называется Жека друзья так давайте я вам покажу ступеньки где я на скейтборде прыгал спускался своими двумя ногами такие вот ступеньки друзья блин я буду это пересматривать буду в Воронеже например и будут наверное плакать насколько это все тяжело вот это вот друзья префектура Зеленограда мы ее издалека с вами смотрели вот это фонтаны здесь они немножко другие были сейчас белая плитка была красная были они покрасивее немножко но видите как все сделали в тон он он детишки купаются смотрите вот как бывает все меняется мы стареем молодежь наоборот вырослеет вырослеет молодежь мы с вами стареем друзья ну память ее не сотрешь не скажешь головой не удариться а потому что твердая сейчас вот друзья здесь вода я умоюсь очень красиво приезжайте не пожалеете в этот замечательный город Зеленоград друзья я куплю себе мороженого сейчас рано еще 12 часов дня у первого народу не так много тут уже обедает у кого-то обед на поляне вот люди людей еще мало будет маленькая девочка всё с пивным самокатом но народу будет часам к пяти очень много к шести когда уже жара начнет спадать вот и народу будет намного больше а нам с вами конечно вернем не удобнее поснимать когда народу меньше чтобы не обходить людей а так спокойно такой таким шагом такой походкой как на прогулке пройтись и снимать зеленая вода друзья блин а когда ты нырял здесь бегал босиком ой здесь скользко чуть не рухнул воду ну в принципе ничего страшного на улице жара думаю что мне не повредит охладиться похоже я искупаюсь там дальше есть озеро друзья такие вот здесь лавочки уже другие совершенно раньше были они более старинные более все культурно стало тогда тоже было неплохо но я видите не успел для вас не успел хотя есть одно видео старое я видеоклип свой снимал есть у меня старые кадры как здесь раньше было все покопаетесь на моем канале можете найти друзья когда здесь были красные короче красная плитка друзья не знаю как сказать не буду я заморачиваться друзья вот так вот здесь красиво как в раю друзья я оказался в раю в своем родном городе друзья в рамках в рамках только девчонок не видно в принципе сейчас я уже такой молодой как раньше юный вот не буду опукать девушек хотите знакомиться просто поснимаю для вас это видео ну и для себя наверное больше для себя видосик здесь прикольно красиво такая вот друзья местность можете приехать и туры здесь например с девушкой отдохнуть своей ну и с другого девушки если он вам разрешит такая вот шутка друзья и шутник такая вот красота фонтаны шутник и с пензи с шутник с друзьями сзади меня фонтаны все не изменилось почти Ух, это напад, где-то того. Друзья, даже вот звук, журчание воды, как когда-то 20 лет назад, куда более напоминает мне те времена, те годы. Молодёшь купается, элитивки. Вот она, родная. Там я всё-таки ошибся, я её видел, но не видел здесь. Вот, где Леноград, друзья. Давайте я сейчас на фоне этой надписи. Вот, пасоху за лицо. Я Леноград. И я стою на фоне, на фоне Ленограда. Вернее, я нахожусь за Леноградом. Ну и решил поснимать себя на фоне Леноградом. Всё-таки даже здесь блогеров не любят. Смотрю люди. Кто-то кому-то смешно, а кто-то наоборот, с такой гримашей. И очень хороший смотрит. Друзья, такие вот фонтаны, их раньше не было тоже. Мостик сделали, его тоже не было. Вот тут машинок, этих тоже не было. И детишек в аренду. Там каршеринг, при висе. Каршеринг, каршеринг. Тут мостик его не было. Кстати, очень, очень красиво, прикольно. Раньше его здесь не было. К сожалению, он не тут на лодках плавает. То есть, друзья, я всё самое главное пропустил, видимо. Всё самое интересное я пропустил в своей жизни. А может и нет, поменялось просто многое. Пока меня здесь не было. Но слава богу, что это, наверное, хорошо, что лучшую сторону они включены. Говорится, мы против войны, мы за мир. Видите, какой фонтан красивый, там, посреди, посреди озера, речки. Вот, это, у нас, пруд, наверное, такой вот, пруд, если правильно говорить, пруд. Вот, там ещё один фонтан, ещё один, здесь три. Люди на лодках плавают. Видимо, в аренду можно лодку на прокат взять и покататься, поплавать. Вот, друзья. Вот, друзья, видите, да? Какой мостик длинный. Кстати, там здание. Так, и нет, не видно всё. Это утопили. Да, вниз, 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 утопили фундамент немного. Думал захватить на камеру, но потом, попозже мы с вами туда сходим, и я вам покажу, поднимаю. МИЭД для студентов. Институт. Здание института. МИЭД называется. И напротив, там тоже здание, тоже, на более мне знакомое, родное, даже там работал, там, типа, бизнес-центр, но чуть-чуть победнее, подревнее. Но тоже здание такое, там, под офисы, офисы под аренду сдаются, в аренду вернется. Так вот, друзья, такая вот красота. Красота, красотища. Микорыбы здесь не хватает какой-нибудь интересный, да? Карпиков, каких-нибудь красных, такие декоративных, или желтых, белых, белые бывают, серебристые такие. И вообще, вообще, была сказка, друзья, рай. Фонтан, мешаки. Давайте туда пройдем. Поэтому, друзья, давайте наслаждаться вместе со мной. С этой красотой. Мне жарко, пить хочется. Надо купить мороженого или воды. Не дажу же, друзья, ну, от этой жары, немного тяжело вам рассказывать. Ну, гулять-то по-любому кайфово, а вот рассказывать, уже во рту все пересохло. Надо по-любому что-то взять попить или охладиться мороженым, например. Давайте чуть дальше пройдемся, с вами прогуляемся. Друзья, здесь молодежи много, блин. Раньше такого не было вообще. Этого мостика не было. Не было столько молодежи. Вернее, она была, но она была. Вот там он, была наверху. Молодежь гуляет, отдыхает. Я уже не молодежь, но ощущаю себя лет на 20 все равно в душе. Сальто парнишка сделал. Подождите, я не разглядел. Может, сейчас второй сделает. Опа. Классный кадр получился. Классный кадр получился. Такие вот лежаки. Давайте я тоже прилягу. Скину рюкзак. Так кайфово, здесь можно отдыхать. Девушка, я уже коснулся один раз. Ты же меня покажешь. Еще очень жарко. Девушка, а только в Венеграфсу? 35, наверное, да? 30, вообще такая. 30? Да. Ну, а теперь еще оттеним, побольше. Ага. Так, друзья, ставьте лайки, комментарии. Я вышел в 30 градусов, дай вас поснимать сюда. Авансом даже мне лайки. Друзья, вот так вот я валяюсь. Мои кроссовки. Многие в кадре. Молодежь купается. Ныряет. Девчонки сидят. Я, друзья, ставлю как мороженое, лохомство. Зары. Очень жарко. А я еще в майке. Подумаю, у нас майку сняли. Наверное, я этого делать не буду. Скоро уже надо выдвигаться. Еще поснимать просить. Вот так вот. Девушки, а можно вопрос? А у вас, можно прокалывать? Нет. У меня просто губа была проколутся когда-то, и боль. Но нос я себе... Не против, что я снимаю? Я для ютуба, я блогер просто. Я просто с Москвой приперся. Я здесь раньше жил. Сейчас приперся родной город поснимать. Смотрю, здесь мостик поставили. Купаются все. Раньше этого не было. А давно уже, да, этот мостик стоит? В прошлом году его поставили. В прошлом году, да? Да, в прошлом летом. Вот, примерно. А-а-а. Понятно. Что я это? Не против, да, что я это у вас скажу? Можете нажать на канал, подписаться. Есть ютуб? А что за канал? Сейчас скажу. Так, Жека, родительский дом набери. Жека, родительский дом. А можете обе, да, подписаться? Вот сюда. Потом подписаться и колокольчик. Ага, ага. Во, благодарю. Ну, Муха-8, может, знаете, канал. Нет. Там тоже интервью недавно давал. Девчонки, от души спасибо. Да нет. Вот. Там себя увидите. Я смонтирую видос. Хорошо. Просто, блин, изменилось так все вообще офигеть. А все город другой стал. Прогрессирует. Ну, да. Извините, если что-то... Конечно. Подскажите, какой-то дяденька это докопался. Друзья. Друзья, вот теперь у меня два новых подписчика. А также подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Вот. И... Надеюсь, девушки я тоже не напугал. Потому что я докопался на них. Типа они подписались. Друзья, вот эта вот дорога, которая... Вернее, по этой дороге мы пришли сюда с пляжа, с мостика, где сидели две замечательные девушки. Девушки, друзья. Ну, и лет по 16, поэтому я не хочу получить столько же, сколько им лет. Не хочу, короче, под статью попасть. Поэтому я всего лишь попросил их подписаться на канал. А так бы, наверное, еще номера телефонов не взял. Какой-нибудь одно из них, это точно бы я сделал. Ну, пока давайте покажу, где я, вернее, где я раньше был клуб, где я любил тусоваться с друзьями, где мы били морды, нам били морды. И просто знакомились с девушками. Ну, как во многих подмосковных городах, хотя Зеленоград, друзья, к Москве относятся, но все равно я считаю его подмосковным, поскольку он намного дальше. Ну, прилично, где-то 60 километров от Москвы до метро ехать. Поэтому я не считаю его Москвой, хотя на карте от Москва, и у меня прописка раньше была московская, был в Зеленограде прописан. Поэтому, друзья, я уже не москвич, прописки у меня в Зеленограде нет, но в Зеленограде для вас поснимаю. Я пишу вот таких лайков, комментариев. Я буду в каждом ролике часто об этом говорить, чтобы меня как-то поддержали. Наш с вами канал, друзья, ЖЭКО. Короче, давайте посмотрим. Я вам покажу, вернее, такие вот ступеньки, которые ведут вниз. Вот это вот, какой-то тополь растет, его раньше не было. А вот, а вот, а вот, а вот эта вот ель, она была, даже пойдемте поднимемся. Прохладный ветерок. Я бы сейчас в тенёк бы вот сюда бы спрятался, но надо снимать. Надо вести съёмку, друзья. Короче, это наш любимый торговый дом Зеленоград, он выглядывает. А вот эта вот ель. Эта вот ель большая. Все женщины сидят, стоят, вернее, сидят, стоят. Короче, друзья, не дадут мне поближе гель поснимать, но ладно. Хочу смущать людей своими съёмками. Так, давайте спустимся по ступенькам вниз. И посмотрим, что же это за такой, друзья, клуб был. Тут вывески уже нету, нет уже вывески. Вот, это место то самое. Вот этих вот растений тоже не было. Назывался он Вечерний Экспресс. Вот, если мне память моя не изменяет моё серое вещество. Здесь был вход. Почти ничего не изменилось, друзья, за 20 с лишним лет. Вот. Кто меня смотрит сейчас, кто с этого города или кто когда-то здесь жил, наверное, вместе со мной будут скучать. Тут играли такие группы, как Демо, Вирус, наши, отечественная попса, поп-музыка. Все помнят эту песню «Солунную мешка в руках». Или Вирус. Давай поднимем ручки. Помните все эти песни. Вот они здесь играли. Вирус, Демо. Руки вверх. Так вот, друзья. Здесь много, много, что у меня. Но какие, вернее, воспоминания остались именно здесь. Именно в этом месте. Уже время назад, друзья, нельзя, нет таймера прокрутить, но видосик можно снять и насладиться просмотром, воспоминаниями. Когда я не смогу, например, сюда, друзья, приехать лично, я включу видосики, буду смотреть. Когда будет далеко-далеко отсюда, я смогу включить видео и посмотреть, где я жил. Ну и, конечно, я только вам обещал, я поменяю камеру и сниму более качественное видео, более качественный ролик. Пока что это нам больше как плог, где меня много-много-много меня и Зеленограда. Вот. Еще я сниму ролик, где меня будет меньше и будет в основном Зеленоград. Но это будет, друзья, чуть позже. Поэтому давайте поддержим лайками, такими и обязательно комментариями, чтобы видео поднять, ну пусть не в топ, но хотя бы, чтобы немного побольше было просмотр. Друзья. Короче, так, блин, вот эти стены, родные стены, меня, правда, об них головой не били, кого-то били по пьяни. Тут и разборки, и драки были. И за девушек были драки. И просто люди переживет молодежь. Мы бывало покупали, короче, алкоголь в ларьках, раньше в ларьках продавали на улице, да. Сейчас, наверное, тоже где-то есть, хотя многие ларьки поубирали. Вот. И распивали здесь, потом только шли уже в клуб, потому что там все дорого было. Проще было, друзья, намного купить алкоголь на улице. Вот. На вынос, скажем так. Вот. И уже здесь догнаться, идти танцевать, плясать, поморды бить, или знакомиться с девушками. Ну, поддатым, естественно. Вот. Уже это дешевле намного. Мы могли там себе по бокалу пива взять. Там какой-нибудь Кока-Колы, там, с виски, да, колы с виски, там. Вот. Но в основном мы пили, догонялись здесь, а потом уже шли в клуб. Мы даже не доходили, друзья. Включался автопилот. И просто охрана не впускала. Там фейс-контроль был, и впускали не всех. Особенно до 18 лет и приходилось одевать какой-то пиджак, брюки, чтобы выглядеть более взросло. Щетина еще не росла на лице, поэтому одевались в классику. Туфельки лакированные, брючки выгнаженные, пиджачок, рубашечка, вот, стрижечка такая. У меня тогда, я не был, если как сейчас. Я, наверное, кстати, друзья, и коротко стригся, но в основном у меня была пышная шевелюра. Я делал модельную стрижку, и так я старше смотрелся. Пошечительный еще. Опять же, сейчас я устаю бриться. Я раньше, блин, мечтал, да, что у меня борода была. А сейчас наоборот, я ненавижу вот эту бриться. Каждый день, друзья, она у меня, не знаю, колючая. Я хоть ежик, прям колючий. Приходится ее сбривать. Раньше аборт не росла, и приходилось одеваться, чтобы тебе давали хотя бы лет 18-20, да. Ну ладно, друзья, хотя бы 17, вот, одеваться как-то более по-взрослому, чтобы пройти в этот клуб. И тут не один этот клуб, я потом еще поснимаю для вас, покажу. Есть Полином, это вечерний экспресс. Есть Дабаркадр, как бы, да, там есть, не знаю, да, но он еще есть, друзья. Иногда здесь клубов 5 таких нормальных, а сейчас, наверное, уже все 20, потому что город меняется, город перестраивается, и много чего нового. Чего я не знаю, кстати, как и вы. Друзья, короче, решил я завязать на сегодня с пивом, а паночки пива с меня хватит, и перейти на мороженое, друзья. Не зря же я говорил, что я таю как мороженое. Вот, я купил себе такой замечательный пломбир сливочный в стаканчике. Действительно, мороженое замечательное, беловское. Там шоколадная крошка и сливочное масло, друзья. Вернее, какая-то его часть. Сто процентов, конечно, там не могу сказать, что прям там мороженое, сливочное, сливочное, но хотя бы не пальмовое. Думаю, пальмового масла там нет. Кстати, друзья, это не реклама. Дерьмо, я не рекламирую, если вы заметили по моим предыдущим видеороликам. Мороженое действительно очень вкусное. Пусть там не 100% сливочное масло, Видите, я уже заикаться стал, какое оно вкусное. Но какая-то часть есть. И самое главное, что оно, оно вкус не пальмовое. Как в большинстве сейчас товаров используют пальмовое масло. Я думаю, здесь действительно сливочное масло. Может, процентов 30, а может быть, 50, а может быть, и 100%, но это навряд ли. Поэтому всем советую. Тут, кстати, еще есть шоколадная крошка. Мороженое очень вкусное, друзья. У меня перемололся, как с Windows. Потому что я не имею аккуратно, такие вещи есть. С детства у меня такая фигня. Друзья, я прямо это чувствую, как мне кайково. Как у меня по горлу, по кишочкам проходит в желудок. Прохлада такая приятная. мороженое вкусное, сливочное и холодненькое. В такую жару всем советую на пиво поменьше налегать, а больше налегать на мороженое. Друзья, друзья, давайте на пляж зайдем, посмотрим. Что-то жарко так вообще я не могу. С меня уже десятый пот течет. В руке бутылка кваса уже. Сначала пиво, потом мороженое, теперь уже квас. холодненький, минут через 10, через 5 он будет, наверное, горячий. Потому что на улице, друзья, реально, реально печет, реально ждет солнце. Давайте зайдем на пляж и посмотрим, как дела обстоят, сколько народу в этот жаркий день отдыхает на пляже. Надеюсь, вы так же, друзья, отдыхаете на пляже летом. Детская площадка. Молодежь. Мы оттуда пришли, друзья, с той степи сюда. И не думал, что так много будет народу. Обычно я здесь родился и столько народу редко видел. Прожил всю жизнь на пляже. Люди идут, косятся на меня. Че-то теперь снимаю. Фотографа видел тоже. Столько, друзья, народу. Не пропихнешься, не продохнешься. Здесь переодеваются. Народа очень много. Сокупаются, загораются. Очень много людей. Сегодня понедельник, окажется, будет и суббота, и воскресенье. Маленькие. Друзья, народу очень много. Но я уже вчера ходил на пляж, а на другой ездил. Поэтому сегодня, наверное, я если и зайду, поваляться, искупаться, поваляться, на солнышко погреться, то, наверное, я не буду это снимать. Поэтому так, друзья, я просто хотел вам показать, сколько народу в будний день, в понедельник возможно увидеть на пляже в Зеленограде. Представляете, что творится в выходные, выходные, наверное, вообще негде пройти, только если по людям шагать. Поэтому, вообще, друзья, надеюсь, что вы так же отдыхаете сегодня или вчера отдыхать, а или завтра будете так же отдыхать. Друзья, вот это Зеленоградская префектура, горсовет, если сокращено на городской совет, такой вот ДК, дворец культуры, ну и это вот такой вот парк и дворце. Друзья, вот он, друзья, сейчас поднимемся, давайте с вами посмотрим. Я снимал его уже, но чтобы вы увидели. Вот он, вот он стоит, красавец, дворец культуры, универмарк Зеленоград, бизнес-центр или бывшая гостиница, раньше это была недостроенная гостиница, когда достроили, стал бизнес-центром. Ну и вот горсовет, префектура Зеленограда. А также напоследок давайте я для вас снимаю фонтаны, друзья, фонтан, набитый детишками, битком, вернее. Здесь окупаются, жарко, 35 градусов, подзор, почти жары, и люди как могут спасаются от этой жары. Кто-то в озере, кто-то здесь в фонтане, детишки, например. Там тоже я снимал, там тоже были детишки, здесь их тоже хватает, но взрослых я пока не вижу, вижу только детей, как дети плавают, ныряют. Ах, друзья, пора нам прощаться, уходить с этого прекрасного места, вот, поэтому не забываем ставить лайки, у меня видите, рука занята, толстовка и квас в руке, поэтому я не могу вам лайк показать, но я думаю, без меня, нажмете на палец вверх, нажмете также подписаться и колокольчик, друзья, чтобы получать от меня самые последние новости, видео. Ну и надеюсь, вы почаще будете заходить ко мне в гости на канал Жека, на наш с вами канал. Вот, чтобы я знал, друзья, кстати, комментарии пишите, чтобы я знал, что я вам нужен, что вам интересно, потому что у меня с каждым разом вдохновения все меньше и меньше. Хоть я и говорил, что я это снимаю больше для себя, для семейного видеоархива, видеодневник, такой свой виду, но, хотя сегодня у меня, друзья, нет, еще раз напомнил. Вот, пока что, может быть, я еще и женюсь, пока что у меня даже и в планах этого нет, но пока что, друзья, это будет, да, это будет общедоступное видео, и у меня их много, ведь они общедоступные, надеюсь, вам понравится, и вы все-таки подпишитесь, если не подписаны, нажмете лайк, жирный. Давайте, друзья, пока-пока-пока-пока.